Тыр-тыр-тыр, погнали! Здорово, котаны, с вами Ёж, ну чё, начинаем проходить игрушку под названием Вайлен Харт, замечательно крутая игрушка, я бы хотел её, конечно же, пройти и показать вам. Многие эту игру уже давно видели, многие прошли, но... Только не Ёж, да, уникальный человек. Ну что, начинаем, устраиваемся поудобнее, сажаем свои жопы на свои деревянные стулья и погнали. Новая игра, начинаем так продолжить, я включил, немножко подтестил, вроде пашет без проблем. В общем, типа, у нас здесь война представлена, 14-18-го годов, слушаем. После убийства Франца Фердинанда, наследника Австро-Венгерского престола, Германия объявила войну России. Во как, войну объявили. Союзная ей Франция также готовится к боям. Неспокойно в то время было. Через несколько часов после объявления всеобщей мобилизации, живущих во Франции немцев просят покинуть страну. Среди них был и Карл. Карл! Подписчики! Карл! 1 августа 1914-го года, Франция. Вот он наш Карл. Обычный крестьянин. Сажает рожь в пченицу, убирает. И тут два типа коварной наружности в форме полицменов. Забрали нашего братишку? Но куда? Нет! Кричит его женушка с ребенком. Не бросай меня. Но Карл должен защищать отечество свое. Так сказать, кровь пролить за родину. Чтобы враги не зашли в их родной дом. На их порог. А это, видимо, его отец. Несколько дней спустя. Ордер. Демобилизейщен. В общем, я так понимаю, это... Как бы типа... Вроде повестки, да? Значит, ну когда... Мало людей. Или когда их убивают. Бывает и такое. То мобилизуют еще больше. Даже стариков и детей. Были случаи. Знаете, да? Мировой истории. Через пару дней после высылки Карла. Войне показалось мало. И она забрала Эмиля. Вот. Значит, зовут его Эмиль. Надо будет запомнить. С тяжелым сердцем. Эмиль покинул ферму. И отправился в Сен-Миэль. Как и многие другие. Он мог только гадать, что ждет его. Казарма в районе Сен-Миэль. А ну что, приступаем. Эх, какая рисовочка. Мне нравится. Управление. Ага. Есть. Стрелка вперед. Погнали. Вот еще новобранцы тоже. Смотрите. Солидного возраста. Слышь ты. Тебе что? Шашка махает. Коня только не хватает ему. Так. Тап. Можно что-то нажать. Облияние войны. Ну, здесь разные исторические факты, да? Я так понимаю, приводятся. Это слишком долго читать. Давайте поиграть. Че ты орешь? И так раздел меня в труселях. Хожу в трениках. По казарме. Че ты? Где шмотки мои? Дайте мне военную форму. Око. Вот это форма. Красные труселя, красная шапочка и синий. Кабинезончик. Че тебе? Че? Назад посылает. А вот мужик стоит с дуденькой. Подудим? Подудим, ять. Давай. На пробел нажал. Нужно было на пробел нажать. Ага. Ну, вперед в атаку. Нет. Че? А. Ну, вперед в атаку. Ага-гей. О, блин. Катаны. А мы еще не на войне с вами, нихрена. Мы с вами проходим курс молодого бойца. КМБ. Так, на Д. На. Прикладом. Нифига у него ушатал. На еще. Воу-воу. Все путем, типа. Ну, давай. А это че за колбочки? Нажмите пробел. Левый шифт. Окей. Это граната, наверное? Это учебная граната или нет? Че-то мне кажется, что не учебная. Ух. Хорошо. Бежим дальше. Есть. Выполняю. Капитан. На Д, да? Ага. Вот так. На, на. Крышить буду врагов. Ёж на передовой. Хе-хей. Гранату. Еще. Понеслась. Сейчас долбанет. Бух. Ой. Браво, Барам. Браво. Белиссимо. Парфекто. Слушайте, он такой старенький, толстенький, а еще по препятствиям лазит. Будь здоров. Хоть. Служу отечеству. Погнали вперед. Смотрите, уже сформировали небольшой полк. Хотя нет большой. Вот еще и вот народ сколько. Республикун Франция. Вижу. Эх ты. Я сдернулся. Как они, бравые солдаты. Все, подняли знамя, прошли к КМБ и, надеюсь, нас отправят уже на передовую. Моя дорогая Мари, мы все ближе к Парижу. Странно, но обстановка тут очень веселая. Надеюсь, с урожаем все хорошо. Соседи помогут его собрать. Они очень добрые и отзывчивые люди. Напишу, как только получу назначение. Поцелуй за меня внука. А тем временем, наш вояка добрался до самого Парижа. На вокзале в Париже, пытаясь попасть к своему полку на платформу 21, Эмиль встретит того, с кем будет сражаться Бокок. Человека, который станет его лучшим другом. Слушайте, его закидывают, вот этого чувака, какими-то болгарскими перцами. А я где? Вот я. Ну-ка раступитесь, паскуда. Ни хрена. А-а. Не катит, ладно. Надо что-то сделать. Пробел. И вниз. Ага. Отсосите, паскуды. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Вот вам и капунка, блин. Хе-хе-хе-хе. Так. О, уже бухают тут. Дальше что делать? Пузырь, блядь, я тоже пузырь возьму. Чё, проход закрыт? На тебе пузырь. Не любишь красное вино? А чё тебе надо? А, ты любишь белое венцо? Ну ладно. Я видел, кстати, вот. Сейчас я подменю. Возьму красное вино. Поставлю сюда красное, а возьму белое у него. На. Блин, не прокатило. Ну ладно. Валим. На, держите, пузан. Бухай. Ага. Ты хоть стаканчик взял. Алкашня. Шуруем дальше. Чува, нельзя им здесь залезть? Ну иди ты. Чува, стукнуйся по яйцам. Нихрена. Чё тебе надо? Не получа... А, стоп, назад. Он любит музыку. Показывай. Музончик. Ну вот музон, давай. Пой. А чё, он не поёт? Запел. Ага, их нужно включать. Готово. Кстати, обратите внимание на вагон, а там люди ходят. Очень классно это выглядит, конечно. Нет, игра просто сочная, насыщена красками, мне очень нравится. Ну чё, сейчас мы этих гондонов прогоним. На-ка, пососите чупа-чупс. Хе-хе-хе-хе. Вот так вот. Ёж всех спасает. Пузырь возьму, выпьем с новым корешком. Шум-шум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Спасибо большое. Да не за что, мужик. Не за что. Чё ты, откуда типа? Ай, ЁСЕЙ, ёпта. Ага. Ну ладно, давай. До свидания. До свидания, мужик. Вот так вот и познакомились. 21 августа 1914 года полк Эмиля был направлен в бой против 71-й германской дивизии барона фон Дорфа. Первоначальный восторг быстро сменился неизбежным страхом перед первым боем. Наконец-то передовую. Вперёд. Эх. Не шато, Бельгия. 14-й год. Вперёд. А я знамя, кстати, несу. Смотрите, мне доверили. Хоть-хоть-хоть, бравые солдаты. Шагают впереди, ёжик позади. Виво, Ле Франц. Виво. Вперёд, солдаты. Уи-и-и-и. Опа. Так, это я так понял, немцы, да, там? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вперёд. Да бегу я, бегу. Ой, смотрите. А сверху они сбрасывают бомбы. Нихрена себе меня задело. А как? Я же вперёд бежал. Да, блядь, как так-то? Убили уже. В первый день на фронте уже ежа завалили. Охрененно просто. Ну-ка, ну вас нахер. Бежим, 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 бежим. Эй, командир, прикрой меня, я очкую. Стой, 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 стой. Карл, твоего батю завалили в первом же бою. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Кранпи. Владушки, я ещё жив. Бежим. Твою мать, там с пулемётов херачат. Херачат, дестав с пулемётов херачили. Чё, издеваетесь, что ли? Похрен, бежим. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Тут нужно держать у хвостроя. Чё за хрень? Ага, вот эти вот... Нельзя, 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 чтобы они в тебя попали, я понял. Опять мины. Мины, 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 мины. Ни хера там у чувака ног нету. Жизнь какая-то. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Давай-давай-давай. Беги-беги-беги-беги-беги, мужичок. Мужичок. Ну и чё такое? Стреляют. Всё, завалили. Неужели это всё? Да, отвоевался. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ничего себе. Неужели его убили? Мы же только на войну с вами отправились. Это несерьёзно, товарищи. Есть. Опачки, вот это поворот, Карл. Мадемуазель Шайон, рядовой 150-го пехотного полка. А какого хрена это за немцев? 21 августа был ранен противником и после этого захвачен в плен. Не-не, живой он. Надеемся, он скоро сообщит вам. Надеемся. Так, получается, Карл у нас за противника фамилия. Воевал. Фредди, гражданин Америки, записался добровольцем в армию Франции в самом начале войны. За его показной отвагой таилась лишь пустота, оставленная войной. Фредди хотел лишь одного. Чего же? Наказать тех, кто сломал ему жизнь. Да накажем сейчас. Без балды. Во время битвы на Марне, Фредди, наконец, отыскал следы того полка, которым командовал барон фондорф. Барон фондорф. Марна, Франция. 1914 год. Оть, чёрт. Взорвать надо как-то. А у меня взрывчатки-то нету. А как я взорву? Ни-ка, Спейс. А-а-а, есть такие маленькие щипчики. Принято. А это с кулака. Ну-ка, на тебе. Хе-хе, гигант. А это опять с щипчиками. Наверное, он ногти на ногах стрелёт. Хе-хе-хе. Так, берём гранату. Дальше не пройти. Ну, наверное, взорвать надо вот это вот. Чё за бричку? Кто оставил здесь эту хрень? Дай-ка мне бомбу ещё одну. На всякий случай заберу. Ага. Запрягайте, хлопцы кони. Нельзя взять её? Не-а. Да понял я. Чё-то у меня есть щипчики. Сейчас я вот так. Готово. Могил чья-то. Ой, посмотрите на задний план. Деревня чья-то горит там. Ой-ой-ой. Как это всё интересные выглядят? Ой-ой-ой-ой, это я знаю. Если попасть под этот огонь, тебе вилы. Так. А вот так вот. Не хотите ли? Хе-хе-хе-хе-хе. Не очень-то и сложно, как мне говорили. Пока мой маленький мозг на 1 терабайт работает в штатном режиме. Похоже, нам нужно взорвать этот мозг. Смотрю, там взрывчатка. Камушек. Отвлечь, наверное. Ну-ка. Гранату мне назад отдай. Пригодится. Всё, валим, валим. Давай, толстяк. Давай-давай-давай-давай-давай. Быстрее. Опля. Готово. Чё, куда нам? Так, динамит. Сюда вот, наверное, поставить. Ну чё? Будет большой бодобум. На вам нах. Хе-хе-хей. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Замечательно. Хе-хей-хей-хей. Взорвали. Дай-ка мне чуть динамиту. Буду шалить. Эх, пошали, малыш. Мост взорвался, как мне теперь. А, вот он может прыгать. Ясненько. Тут уже, смотрите, лимонки какие ручные. У меня... Зачем она? А, вот так вот мы сделаем. Вот так вот. Так, ещё одну пригодится. Не-не-не, динамит не надо. Дай мне такую шашку. Во. Другое дело. Слушай, здорово, он даже под ним мост гнётся. Лестница. Ясненько. Вот так вот. И лестница наша. Шашку мне назад, я её не отдам никому. Она мне пригодится. Есть. Сохранение, хорошо. Так, опять там палят. Быстрей, быстрей вниз. Опа. Ага. Давай, давай, быстрей, быстрей. Пока перезаряжает. Давай, браток, давай. Бежим, 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 бежим. Успел, надо же. А на-ка вот так вот. Ха-ха-ха-ха. Так, ещё одну. Готово. Лови. Ну чё, пулемётчик? Кранты тебя. Ух. Готово. Куда же нас путь дорожки приведёт? Чё там? Опять? Опять пулемётчик? Сколько можно? А вот он, хер, генерал. Ах ты, паскуда. Сейчас я твои яички накину на твою вязаную меховую шапку. Шналя, шналя. И снова пулемёт. А бошку, бошку опусти, опусти бошку. Ага. Он сверху, наверное, да? Так, мы чуть-чуть из какого-то баре. Ещё у нас проход взорвался. Бутылка есть. Ха-ха. А чё мне? А, надо опустить лестницу эту. Там охранник стоит. А вот так вот? Чё ты смотришь на меня? Пошёл нахрен. Слушайте, а как мне его... Не понял. Ну-ка, от отсюда, наверное. Оглушить бутылкой? Не. Ни хрена. Ага, надо бутылку просто подальше кинуть. Ясненько. Не-не-не, не гранату, мужик. Дай бутылку. А мы её вот сюда вот куда-нибудь кинем. Вот, на. Сейчас пролезем. Быстрей. Давай-давай, Эмилька, быстрей беги. Вот так вот. Хух. Сверху пулемётчик и охранник. Чё такое, баклажаны? Шкаф раздолбанный. Я могу сломать? Да. Ну, ясно тут всё. Надо отвлечь того. Сейчас я яблочком пульну. Нога. Есть. Ну чё, отпинаем? Ну я, паскуда. Тихо-тихо, назад-назад-назад-назад. Блин, а я бы успел, кстати. Поцаки, я бы успел. Ну ничего, сейчас ещё разок отвлекём. Ну что, цель? Ой, ой, ой. Ну и каранты тебе, мудила. На. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Готово. Ага. Флаг захватили. Да-а-а-а. Здесь и Спарта. Можно похлопать и лайк поставить. Вмешательство Англии помогло сорвать планы немцев. Линия фронта сдвинулась к северу и с началом зимы замерла. Солдаты укрылись в густом лабиринте траншей и туннелей, который станет одним из символов Первой мировой. Полк Карла отступил в окрестности Нёв-Шапеля. Именно там находился в плену Эмиль. Ага, понятно. Теперь опять нас перекинули за Эмиля. Как вы помните, его уже ранили. Ну вот он жив. Кстати, ноги у него в окловах. И он с поварёшкой. Чё тебе надо, хер генерал? Сосиски хочешь? Германский лагерь. Шапель. Ну окей, сейчас я тебе сосиски дам. Чё такое? Собака пить хочет. Напоим! Без базара, мужик. Теперь собачка. Хорошая собачка. А я пошёл. Так. Нам нужны сосиски. Вижу рисунок сосисочки. Сверху водичка. Огонёк. Здесь у нас... Чё за фотка? Ну эту хрень, наверное, надо подвинуть. На огонь поставить. О, Карл! Здорово! Как дела? Рассказывай. Ой, ой, ой. Какой мягенький. Чё, как там, жёнушка типа? На, вот письмо тебе прислала. Дорогой папа. Мы живём в атмосфере неизвестности. Немцы используют жителей Сен-Миэля для защиты от французских бомб. Надеюсь, в плену добры к тебе. И рана уже зажила. Внук тебя целует. Шлю тебе его фото. Люблю. И очень жду ответа. О, да. Хоть плачь. Но. Это война, парни, это война. Да ты попонял, что жрать ты хочешь, паскуда ты. Сейчас я тебя отравлю нахрен сосисками. Ха-ха-ха. Так. Дёрни. Готово. Не работает чё-то. Ну-ка. Ага, огонёк. Давай. Чё-то не катит. Может, вот эта вот хрень? Ага, воды надо налить. Ясненько. Есть вода у нас. Сосисочки пустим. Не, нихрена. Ну-ка. Так. Стоп. Надо воды. Есть. А, не-не-не-не, теперь зажечь. Вот так вот. Ага, кипит. И теперь сосиски. Ха-ха, нихрена. Вот я тоже так хочу у себя дома. Раз. Дёрнул за верёвку сосиски. Посыпались. Нормально. Ну-ка, собачка, не гавкай. На, жри, паскуда. Стоп. Сейчас артиллерия будет херачить. По немцам. Нахрен валим отсюда. Пойду в убежище. Давай-давай, быстрей, поварёнок. Избегай. Разбомбили, похоже, что... Всё, немчуру. Эй. Эй, Бубик, Бубик, Бубик. Я тебе, помнишь, я тебе водички давал. Давай, вытаскивай меня. Да, вытащу, братан. Левый альт. Нажал. Цифра один. О, хороший Бубик. Эх. Помнит добро собака. Молодец. Ай-ай. Кав-кав-кав. О, хороший пёс. Так, ну чё, у нас... Где мы там? Завалил нас, да? На нахер. Поварёшка рулит. Ещё на. Хе-хе-хе. Всё, монт наружи. Класс. Сохранение. Ну чё, народ, сохранились мы. Давайте продолжим в следующей части. Батька, ты там валяешься. Не ори. В следующей части я тебя вытащу. Так что не забываем ставить лайки. Поддерживаем Вален Харт. С вами был Ёж. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok